Сегодня на канале Ньюсейдер сеанс саморазоблачения. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, что человек, который третий год выкладывает здесь вполне себе оппозиционные ролики и вообще прикидывается либералом и демократом, на самом деле ватник. И на ментальном уровне близкий родственник самых махровых крымнашистов и запутинцев. Зовут этого ватника, то есть меня, Алексей Романов, повторяет канал Ньюсейдер. Приступай! Перед тем, как разоблачать самого себя, я бы все-таки прошелся по коллеге. Вот есть такой либеральный, прогрессивный, оппозиционный журналист Вадим Жартун, он же корпорация Генев. И недавно он опубликовал в связи с выдвижением Собчак один небольшой текст. Вот давайте на него посмотрим. Автор пишет, что в принципе нехай Собчак выдвигается куда хочет, это ее дело, но важно при этом не забывать главного. А главное, по его мнению, это вот что. Выборы без участия Навального, самого популярного и яркого кандидата от оппозиции, это не выборы, а обычное надувательство, имитация шоу. Не важно, сколько голосов наберут участники этого шоу Путин, Ксения и другие, от этого оно не станет чем-то более серьезным и легитимным. Признавать результаты таких выборов идиотизм. Так вот, друзья, на мой взгляд, этот текст пример стопроцентной, хрестоматийной, эталонной ватной логики. Автор этого текста живет в России, каждый день видит, как ведет себя власть, что она делает со страной, он пишет об этом, но как только дело касается персонального носителя, высшей власти, немедленно обо всем забывает. Только одно его беспокоит неучастие в этих выборах Навального. Только это превращает так называемые выборы в надувательство, имитацию и шоу. Только это. А то, что в России нет условий для выдвижения кандидатов, это разве не причиной считать так называемые выборы надувательством. А то, что митинги в России запрещены, это уже на легитимность выборов не влияет. А то, что нет партий, а то, что СМИ монополизированы и подмяты государством. А то, что избирательное законодательство перекраивали под власть так часто и так беззастенчиво, что оно уже само по себе сплошное надувательство. Это не важно? Важен только допуск Навального? А то, что пойти на четвертый срок собирается человек, который уже и на третий срок пробрался незаконно. Это тоже несущественно. И это вы ему простите в обмен на допуск Навального, не на победу даже, на допуск. И Крым, и Украину, и закон Димы Яковлева, взрыв в питерском метро, убийство Немцова, фальшивый суд на двуякобы убийцами. Все ничто. Навальный все. Ну так будет, уважаемый Вадим Жартун, на вам Навальный. Вот если вы так последовательно, одну за одной сдали все позиции, отказались от всех претензий, простили все преступления, ну почему бы вас теперь, уважаемый либеральный прогрессивный, не побаловать любимой игрушкой. Тем более, что им это ничего не будет стоить. Ну наберет Навальный меньше Зюганова, но больше Собчак нарисуют ему. Мы ведь даже не узнаем, что он там реально наберет. Ну кому от этого плохо? Займет почетное третье или четвертое место, зато выборы легитимы. Ну все же по правилам, даже оппозиция участвовала. Статус победителя этих выборов, не сомнение. Ну а все обвинения давно прощены и забыты. Но ничего этого Вадим Жартун почему-то не видит. И ничего вот из этого для него главным не является. Навальный в бюллетене, а там хоть камни с неба. И вот я думаю, а как такое возможно? Вадим Жартун человек умный. А чтобы разглядеть абсолютную ущербность его логики, чтобы увидеть ее тождественность логики крым-нашистов, большого ведь ума не надо, как он умудряется этого не видеть? И я нахожу этому хрестоматийное объяснение. Про хрестоматий я сейчас не для красного словца упомяну. Это вот буквально. Берем любой современный учебник новейшей истории, раскрываем тот раздел, где они пишут о тоталитарных обществах и читаем. В результате воздействия тоталитаризма возникло крайне пассивное, конформистское, безропотное общество, приученное к единомыслию и некритическому подчинению власти. Продолжительное существование тоталитарного государства влекло за собой формирование устойчивого тоталитарного менталитета, то есть привычки во всем полагаться на власть, не имея своего мнения. Вот последняя фраза, на мой взгляд, главная. Во всем полагаться на власть, не имея своего мнения. Дело в том, что такая привычка, она ведь никуда не исчезает, даже в том случае, если ты вдруг начинаешь воспринимать эту власть критически. Власть государственного начальства, но ведь всегда с тобой. Твое предприятие работает на какую-нибудь государственную корпорацию. Свои деньги ты хранишь в государственном банке. Твой любимый режиссер делает спектакли на государственные деньги, а твой телевизор покажет в основном государственные каналы. В государственной школе твоим детям вдалбливают мысли о государственной значимости государственных мужей. Разумеется, Все это, хотя и в меньших масштабах, есть в западных демократических странах. Но у жителей западных демократических стран нет того трагического опыта общения с государством, который есть у нас. Страх, давление, контроль, тяжелейшие психологические травмы, всеобщий стокгольмский синдром. Вот это все записано в нашем коллективном подсознательном, в нашей коллективной памяти. И это определяет характер наших отношений с властью. Даже ругая власть, даже призывая к ее свержению, мы внутренне чаще всего остаемся с ней связанными. И разорвать эту связь почти никогда не можем. Кто-то, по первому слову, власти готов ненавидеть Украину. Кто-то с готовностью кидается в объятия любого человека, лишь бы вокруг него была аура возможной власти. И почти все мы изо всех сил цепляемся за ритуалы, которые связывают нас с властью. Мы каждый Новый год за праздничным столом смотрим обращения Путина, хотя заранее знаем, что ничего важного не произнесет. У нас больше нет первомайских демонстраций, но мы придумали им замену. И теперь ходим с транспарантами 9 мая. Транспаранты странная правда, с портретами мертвых людей, зато с властью в одном строю. Мы смотрим прямые линии с Путиным и все ролики на ютубе, где есть его фамилия в заголовке. Мне кажется, любой ютубер знает. Назови Путина Вовочкой, придайте ему скорый крах и просмотры гарантированы. Ну и наконец, мы послушно, как зомби, через каждые 3-4-5 лет бредем к избирательным участкам. Хотя прекрасно понимаем, от нас там ничего не зависит. Это все ритуалы. А ритуал это древнейшая и надежнейшая форма сакральной связи между человеком и божеством. Это архаика, это триумф архаики. При этом головным мозгом рассудка мы понимаем, да, наше общество в самом деле очень архаично. Требуется его перезагрузка. Но спиной мозг, наша коллективная подсознательность диктует нам совсем иное. Стой, подожди, не ломай привычную схему жизни, не жги мосты. Там оно может быть и неплохо, там свобода, но там ведь и неопределенность, там опасность, там ответственность. А здесь сейчас с властью, ну в общем-то ведь терпимо, привычно, почти комфортно. Здесь за нас решат. А если не есть на рожон, то может и не обидят. Увидительные доводы у спинного мозга, чего уж там. И чем человек глубже встроен в нынешнюю систему отношений в России, тем легче его головной мозг сдается спинному. Ну вот, например, наша так называемая системная оппозиция. Явлинский, Касьянов, Альбац, какая-нибудь, Венедиктов. Ведь не обязательно они сознательные мерзавцы и сознательно морочат нам голову, подыгрывая при этом Кремлю. Они могут быть по-своему честными людьми. Просто их инстинкт, их подсознательное оказалось сильнее их разума. Ну или те, кто сейчас поддержал Собчак. А таких оказалось много. Вон, прогрессивный, либеральный, оппозиционный, иноземцев. Экономическую программу для Собчак писать будет. Не обязательно все эти люди агенты Кремля. И не обязательно полные идиоты. Просто разорвав с нынешней властью на сознательном уровне, на уровне бессознательном эти люди по-прежнему в ее власти. А внутреннее противоречие, оно всегда рождает противоречия внешние. Ругать самого Путина можно, а вот отказать в поддержке тому человека, которого он выдвинул, нельзя. Те примеры, которые я сейчас привел, это, конечно же, не то классическое двоемыслие, в котором жили советские люди, но это его наследие, его отголосок. Тоталитарный менталитет, штука живучая, в благоприятной среде еще и способная к самовоспроизводству. Обратите внимание, самые последовательные критики советской, пардон, по Фрейду оговорочка, российской власти, российского общества, это, как правило, эмигранты. И тут вовсе не в безопасности дело. За бойкот выборов России пока еще, слава богу, не наказывают. Ну посмотрите, сколько народу в России не может на этот бойкот решиться. Нет, просто у человека в эмиграции рвутся связи с тем обществом, которое основано на тоталитарном менталитете. Каналы подкачки коллективного бессознательного перекрываются и человека отпускают. Другими словами, если есть желание по-настоящему трезво взглянуть на Россию, поживите годик-полтора за ее пределами. Хотя и это, конечно, не может полностью избавить нас от болезненной зависимости от своего государства, от власти. Только совершенно уникальные люди, редчайшие, вроде Саакашвили, а до него Сахарова и Бродского, смогли жить в совке и не быть совком. Подавляющее же большинство остальных людей на постсоветском пространстве в той или иной степени совки, в той или иной степени вата. И я, и вы, и условный сотник, и безусловный Навальный. Все мы носители тоталитарного менталитета. Наша коллективная память травмирована семью десятью годами коммунизма. И мы, если хотим оставаться честными в отношении самих себя, должны это признать, должны об этом помнить и это учитывать. Ну, а еще это означает, что между даже самым продвинутым оппозиционером и самым махровым крым-нашистом нет непреодолимой пропасти. Ну, просто в ком-то больше вата, а в ком-то меньше. А еще это означает, что ни звание оппозиционера, ни должность либеральному публициста, ни принадлежность к самой что ни на есть передовой общественности не гарантирует отсутствие ваты в организме. Для Вадима Жартуна его текст, в котором он ради того, чтобы увидеть в избирательном бюллетене фамилию Навального все прощает Путину, это скорее исключение, случайность. Но среди других, публицистов, комментаторов, сторонников Навального, обожателей Немцова, людей с полностью ватным сознанием сколько угодно. Ведь неважно, за кого ты, за Путина, за Навального, за Илларионова, если у тебя есть привычка к единомыслию, некритическое отношение к авторитетам, если ты легко отказываешься от собственного мнения, если в центре твоей картины мира власть и ее персональный носитель, если в тебе есть готовность к агрессии, у тебя при этом короткая память, ты продукт тоталитарного менталитета, ты вата. Ну, разве что иного сорта, это такая вата на изнамку. Впрочем, быть ватой, это все-таки не преступление. Это скорее продолжение трагедии нашей страны. Надо просто не забывать следовать совету Антона Павловича Чехова, который рекомендовал по капле выдавливать из себя ватника. Ну, а еще нужно, мне кажется, постоянно тестировать на ватность тех, кого ты читаешь, слушаешь, за кого собираешься голосовать. Ну, вот, например, я советую еще раз пересмотреть все ролики на этом канале и на предмет ватности протестировать меня. На этом все. Не забудьте подписаться. С ватным приветом! Я Алексей Романов. Увидимся!